Пассивная на юге Казахстана началась с опозданием. Выезд на пашни аграрии откладывали из-за дождей, зато теперь земля надолго сохранит влагу, ведь проблема засухи – одна из самых острых в республике. В прошлом году из-за засухи многие аграрии остались без урожая. Особенно пострадали Запад и Юг республики. Теперь фермеры берегут влагу. В Казахстанском научно-исследовательском институте земледелия растениеводства уже выводят засуху устойчивые сорта. Многие из них сеют даже в соседних странах. Внедряют ученые разные виды полива. Еще одно решение – меньше сеять рисы и свеклы. Эти культуры больше других зависят от влаги. А у тазима и сорта зерновых выносливее и плодовитее. В этом году решением Касымжа Марта Тукаева финансирование весенних полевых работ в Казахстане увеличат в два раза. До метрового слоя влаги есть, этого никогда не было, этого запаса хватит. То, что мы на неделю опоздали, это не страшно. Тепло есть, влага есть, все взойдет. Я думаю, в этом году урожай будет. Хороший, добротный урожай будет. В связи с тем, что в прошлом году у нас были проблемы с поливом, мы, ученые нашего института, сделали накопитель воды на глубину более 200 метров для обеспечения поливной воды в критические сроки для полива культур. Это, вы видите, два накопителя, которые обеспечат, по нашим расчетам, более 100 гектаров. Почти половина гидротехнических сооружений Казахстана находится в аварийном состоянии. Об этом заявил Сергей Ершов. По словам сенатора, они нуждаются в срочном ремонте или модернизации. Особые опасения вызывают регионы, где их нет совсем. Чтобы исправить ситуацию, правительству необходимо принять системные меры, направленные не только на предупреждение, но и на ликвидацию паводковых ситуаций, считают депутаты. Кроме того, нужно ускорить разработку проекта нового водного кодекса. Внешний долг Казахстана приближается к предельному значению, заявил сенатор Нурлан Бекенов. По его словам, в январе госдолг страны достиг 22 триллионов тенге. Депутат направил свой запрос на имя премьеры министра и отметил, что постоянный рост внешних государственных займов вызывает обеспокоенность, так как это может негативно отразиться в будущем. Неэффективное использование невостребованности заимственных денег, а также привлечение к ВАЗИГу с компаниями денег на непродовольственные цели. Все это только увеличивает внешний долг страны. Сенатор считает, чтобы решить проблему, нужно постоянно контролировать процесс закупок и управления контрактами, а также повышать качество разрабатываемых проектов. При наличии собственных средств в 2017 году дочерняя организация АО «Казмайгаз» привлекла заим сроком на три года на сумму 300 миллионов долларов США с целью дальнейшего распределения акционерам в виде дивидендов. То есть этот заим был привлечен для выплаты дивидендов. Это лишь отдельные примеры неэффективного планирования и использования международных займов. Некоторые строительные объекты замораживают в Бишкеке. Валютный риск нестабилен. Поставки зарубежных товаров задерживаются. В специализированных магазинах и на рынках затишье. Цемент, кирпич, плитка – почти все стройматериалы подорожали на треть. Покупатели изучают ценники и ничего не берут, хотя сейчас сезон ремонтов. Консервируют объекты и некоторые застройщики. Все материалы импортные. Их закупают в иностранной валюте. Курсы постоянно меняются. Застройщики решили переждать. Работы продолжили только крупные холдинги. И все же некоторые поставки сильно задерживаются. Например, товар для отделки. Экспортеры боятся резких валютных колебаний и замораживают сделки. В Кыргызстане 80% стройматериалов завозят из России и Китая. Чуть меньше из Казахстана и Турции. На рынках дефицита товаров пока нету. Между тем, продавцы новые заказы партнерам отправлять не спешат. И ожидают стабильности на валютном рынке. Основные материалы для строительства – это арматура, бетон, двери и лифты. Все это мы производим сами. В этом плане нам легче. Однако сырье у нас импортное. Поэтому были задержки, когда границы были закрыты. Но ситуацию удалось стабилизировать быстро. Поэтому заморозки мы избежали. Строительство идет по плану. Много разговоров ведется, чтобы перейти на единую валюту и так далее. Возможно, это будет одним из решений выхода из этой ситуации сложной, которая сегодня возникает. Завод автовазов Тольятти простаивает из-за недостатка комплектующих. К дефициту полупроводников добавились санкции. Сегодня крупнейший в России автопроизводитель ищет замену импортным запчастям и пытается восстановить цепочку поставок. Сотрудники находятся в корпоративном отпуске, который перенесен на несколько месяцев раньше. Автоваз сообщил намерением к началу лета наладить производство упрощенных версий автомобиля Lada с минимальным применением иностранных комплектующих. Основанный в 1960-х годах автоваз пережил экономический кризис после распада СССР. 68% акций компании сегодня принадлежат французскому автогиганту Renault. По данным агентства Bloomberg, автогруппа рассматривает возможность передачи прав собственности местному инвестору в качестве варианта ухода с российского рынка под давлением санкций. Президент Кыргызстана направил распоряжение Кабинету министров в короткие сроки создать благоприятные условия для иностранных специалистов, занятых в сфере информационных технологий. Правительству предстоит установить упрощенный порядок регистрации и оформления виз для иностранных граждан, которые имеют квалификацию в этой сфере. На площадках свободной экономической зоны Бишкека и парка высоких технологий создадут благоприятные условия для привлечения иностранных компаний, занимающихся разработкой программных продуктов. Также глава государства поручил разработать меры для поддержки инвесторов инновационных проектов. Ранее депутаты парламента Кыргызстана заявили, что сейчас в Кыргызстан на временное проживание прибывает много высоко квалифицированных специалистов. Российская экономика начинает проседать под давлением санкций, вводимых в связи с ситуацией на Украине. Последствия для россиян с каждым днем становятся все ощутимее. По данным Росстата, цены с начала года выросли в среднем на 10%, по некоторым позициям еще больше. Россия произвела выплату по госдолгу в рублях, что противоречит обязательствам. Ранее Минфин США запретил банку-корреспонденту обрабатывать долларовые платежи. России грозит дефолт, считают рейтинговые агентства. В Кремле утверждают, оснований для беспокойства нет. Межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала третий том шестого оценочного доклада. В документе насчитывается 2800 страниц. Анализируются меры по сокращению парниковых газов. В частности, эксперты ООН рекомендуют срочно отказаться от ископаемого топлива в пользу углеродно-нейтральных источников энергии. В ходе презентации в Женеве был также сделан акцент на необходимости пересмотреть принципы производства и жизненного уклада. Например, предлагается улучшить термоизоляцию жилья, реже летать на самолетах и уменьшить потребление мяса. Острый вопрос повестки – финансирование экологической политики. Для удержания глобального потепления в рамках 1,5 градуса по Цельсию, одному только сектору электроэнергетики понадобятся инвестиции объемом в 2300 миллиардов долларов ежегодно с 2023 по 2050 годы. Согласно авторам доклада, трансформация экономики в 21 веке обойдется дешевле, чем бездействие ликвидации разрушительных последствий климатических изменений. При нынешнем развитии ситуации с глобальным потеплением, показатель в 1,5 градуса по Цельсию, заложенный в Парижском соглашении, будет превышен более чем в два раза. Некоторые главы государств и предприятий говорят одно, а делают совсем другое. Скажу прямо, они лгут. Последствия катастрофические, действовать надо быстро. Нам важно донести главную мысль. Действия человека привели нас к климатическому кризису. Но именно человек способен спасти планету. Наш доклад призван дать надежду. Не все потеряно, у нас есть реальная возможность изменить положение вещей. Компания Феррера отзывает ряд продукции марки «Киндер» в разных странах Европы из-за подозрений на сальмонеллу. Среди прочего, с полок убирает известные шоколадные яйца сюрпризом с разными сроками годности, а также конфеты. На данный момент в Европе зарегистрировано более 100 случаев заболевания сальмонеллеза, возможно, связанных с товарами марки «Киндер». Большинство выявленных случаев заражения касались детей в возрасте до 10 лет. Компания Феррера заявила, что отзывает серию товаров «Киндер», произведенных на ее заводе в Бельгии, которые продавались во Франции, Бельгии, Великобритании, Германии, Швейции и Нидерландах. Если вы уже съели эту продукцию, нет причин сразу паниковать, потому что не на всех, к счастью, инфекция сальмонелла действует. Тем не менее, есть ряд групп риска – маленькие дети, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом. Россияне больше не могут делать покупки в магазинах «Шанель» за рубежом. Люксовый бренд, приостановивший продажи в РФ, отказывается продавать товар за ее пределами ее гражданам в связи с событиями на Украине. Чтобы приобрести одежду, парфюмерию и другие предметы, обладателями паспорта Российской Федерации нужно предоставить доказательства того, что они не будут носить их или использовать у себя на родине. Например, клиент может предоставить документ проживания в другой стране. Многие россияне не только расценили этот шаг как проявление русофобии и дискриминации. Некоторые эксперты и критики в фэшн-индустрии считают, что мировым брендам следует воздержаться от политических высказываний и полагают, что эта мера может нанести ущерб репутации «Шанель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова